МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Каждый день в мире рождается новая тайна и совершается открытие. Сегодня я, Олег Шишкин, утверждаю, у каждой загадки есть свой ответ. Надо лишь знать, где его искать. Давайте это делать вместе. В эфире загадки человечества. Смотрите в программе. Невероятная находка индонезийского моряка. Новая версия происхождения 15-метрового скелета неизвестного существа, обнаруженного на берегу острова Сирам. Что за чудовища живут на дне океана? Опасны ли они для человека? И что, если средневековые сказки о грозе моряков, чудовище Кракене не выдумка? Они могут выходить на поверхность, нападать даже на таких мощных, грозных хищников, как белая акула, и делать свое дело. Идеальных супругов будут продавать в магазинах. Нам предсказывают новый вид брака – отношения с роботом. Как именно ученые намерены решить проблему человеческого одиночества? Когда киберполовинки появятся в продаже? Спецслужбы США с 1947 года изучают инопланетный звездолет. Что скрывали американские военные в своих секретных отчетах? Люди, которые видели, как доставались тела в Розвелле, утверждают, что это были маленькие серые инопланетяне. Шокирующее открытие. Итальянские исследователи утверждают, что на знаменитом портрете Мона Лиза на самом деле изображена не женщина, а мужчина. Кто он такой? И почему ученые решили вскрыть могилу официальной модели да Винчи Лизы Герардини де Джокондо? Какую тайну скрывают знатные семьи Италии? Ничего не похоже на Мону Лизу. Выяснилось несовпадение. И резко все замолкло. Замерзнуть, чтобы проснуться через сто лет. Новое изобретение ученых превратит фантазии в реальность. Как скоро Криоза Морозка станет доступна обычному человеку? То есть сейчас мы ставим все на паузу, а через какое-то время мы вернемся к тому, чтобы этому человеку помочь. Эксклюзивное интервью британского исследователя Грэма Хэнкока только для зрителей РЕН-ТВ. Ученый готов открыть самые невероятные тайны древних цивилизаций. Где находится колыбель наций? Кто на самом деле создал египетские пирамиды и другие чудеса света? Где искать следы наших предков? Не было Красного моря, не было Персидского залива, индийское побережье было гораздо шире. А также рецепт живой воды знали древние инки. Как индейское племя добывало волшебный эликсир? И можно ли повторить этот опыт сегодня? Мы состоим тоже из воды на 80%. Что происходит с нашей внутренней водой в пирамиде? Какой-то эффект трансформации может быть. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Огромный осьминог, подобный легендарному кракену, может существовать. Мифический зверь, о котором средневековые моряки слагали легенды, объявился в Индонезии. На северном берегу острова Сирам, в провинции Малакка, местный житель нашел останки странного существа, напоминающего гигантского кальмара. Длина чудовища больше 15 метров, ширина почти 2. Кем был этот неведомый морской обитатель? И какие еще неизвестные виды животных скрываются в глубинах океана? Когда поздно ночью индонезиец, житель острова Сирам, наткнулся в темноте на эти останки, он принял их за судно, которое застряло на мелководье. Разве мог он вообразить, что океан выбросит на сушу неведомое чудовище колоссального размера? 15 метров в длину, 2 в ширину. Что это? Неизвестный науке гигантский кальмар? Горбатый кит? Или что-то еще? Учеными выдвигаются различные версии, но ни одна из них пока не находит подтверждения. Суша достаточно хорошо изучена, за исключением единичных участков, поэтому крупным, а тем более огромным животным, скрываться достаточно сложно. В глубинах океана они также наверняка имеются. Но так как занимает свою нишу, среду обитания, то вряд ли, что существо, которое приспособлено оптимально для обитания на глубине 500 метров или километр, с легкостью будет выходить на поверхность. Это белая акула, известная также как акула-людоед или белая смерть. Достигает 6 метров в длину, а весит почти 2 тонны. Эти опасные морские хищники полновластные и неуязвимые хозяева океана. Так было до сих пор. Однако с мая этого года на побережье ЮАР стало происходить невероятное. И за дня в день всплывают искалеченные тела гигантских белых акул. Одна деталь в этой истории наводит на специалистов ужас. Практически у всех рыб вырвана печень. Эксперты встревожены не на шутку. Ведь это может означать только одно. Животные стали жертвами еще более крупного морского хищника. По одной из версий, кровожадное существо может быть родственником того самого лохнесского чудовища. Сегодня есть предположение, что из глубин океана появляются реликтовые существа, которые подобно известному реликтовому существу Нессе. И подобные существа они как раз и забирают у белых акул то, что им наиболее интересно. Они вырывают из внутренности печень. Безусловно, это говорит о том, что наш мир, особенно мир морей и океанов, полон тайной загады. Парадоксально, но воды мирового океана исследованы намного хуже, чем космос. В отличие от джунглей, пустынь и пещер, океан был и остается недоступным для человека. Можно только догадываться о том, какие монстры скрываются в его глубинах. Мировой океан, как макрокосм, исследован не больше, чем 5-10%, поэтому, вне всякого сомнения, на различных глубинах, на огромных просторах планеты Земля, правильно называть планеты вода, могут встречаться виды неизвестные до сих пор науке. Так что же за чудовища обитают на дне и в толще воды? К разгадке подключаются уфологи. Они не сомневаются в том, что мы находимся под пристальным наблюдением внеземных цивилизаций. Прилетая на нашу планету с очередной экспедиции, НЛО скрываются от наших глаз в глубинах океана. Один из самых популярных американских уфологов, Ричард Ленни, считает, что именно там у них оборудованы базы. Неопознанные подводные объекты? Да-да, под водой. Это так. Может быть, они используют химические препараты, от которых рыба вырастает крупнее. Но в итоге выходят странно выглядящие создания. Это ведь вполне возможно. В любом случае, я так думаю. И конкретно это животное, о котором вы говорите, млекопитающее или что там было, они нашли в море. Невиданных, до сих пор неизвестных или наоборот, ранее считавшихся вымершими животных, изучает наука криптозоология. И развивается она сегодня большими темпами. Окружающий мир все чаще подкидывает криптозоологам новые загадки, такие, как эта рыба. Она была обнаружена австралийскими специалистами у побережья. Глубоководная рыба не имеет глаз, видимых ноздрей и жабр, а рот ее располагается практически на животе. Вид, прозванный рыба без лица, считали давно вымершим. Человечество не смогло добраться во все тайны, во все уголки. Есть такие впадины, есть такие глубины, куда человеческий глаз и техника не может пока добраться. А потом в океане очень много пещер, которые тоже не исследованы. И реликтовые существа могут вести свой образ жизни на больших глубинах. И в особые моменты, какие-то для них интересные, они могут выходить на поверхность, нападать даже на таких мощных, грозных хищников, как белые акулы, и делать свое дело. Мы живем в эпоху технического прогресса и привыкли думать, что человек – самое разумное и самое сильное существо на планете Земля. Сегодня мы отправляем в космос мощные летательные корабли, осваиваем нанотехнологии. Открытия в области медицины все больше продвигают человечество к бессмертию. И одновременно с этим мы не в состоянии понять, что творится в буквальном смысле у нас под носом. Как устроена жизнь в подводных глубинах? А ведь океан занимает 70% поверхности Земли. Кажется, большая часть того, что есть на нашей планете, на самом деле принадлежит не нам. Хорошая новость для тех, кто не может найти вторую половину. В скором времени люди смогут заключать браки с роботами. Американская компания Abyss Creations, специализирующаяся на резиновых куклах, анонсировала выпуск разумной модели. Как она или он будет выглядеть? Смогут ли они чувствовать и сопереживать своему партнеру? И можно ли построить настоящую семью с машиной? Социологи уверены, уже через 10-15 лет люди смогут выбирать между роботами и живыми партнерами. Психологи не отрицают, что в будущем могут появиться новые формы отношений, сожительства и даже браки с человекоподобными машинами. В перспективе роботы научатся зарабатывать и даже начнут содержать семью. Социологи и юристы уже сейчас задумываются о равных правах для людей и будущих терминаторов. Сейчас проблем нет робота наделить не просто способностью, а определенными желаниями, которые будут им как целеустремленной системой заставлять зарабатывать деньги. Могут появиться довольно богатые роботы-женихи и, в общем-то, я думаю, девушки будут стараться хотя бы выйти замуж или как-то закрепить возможность союза с этим роботом, чтобы потом получить деньги совместно воспитать ребенка. Звучит невероятно, но родить от робота не такая уж фантастическая идея. Процесс искусственного зачатия на деле уже частично роботизирован. Но в чем будет принципиальная разница между отцовством и зачатием ребенка при помощи робототехники? Робот, который сможет размножаться, он уже не будет роботом в полном смысле этого слова. Потому что он уже перейдет тот качественный барьер, который отделяет машину от разумно мыслящего существа, человека, наделенного тем, что называется в теологии душой, а мы это называем программой развития. Написать программу, которая очеловечит машину, по мнению программистов, задача почти решенная. Мы ищем родную душу по определенному набору признаков. Совпадением интересов, чувству юмора, угадыванию желаний. Машины уже научились понимать нас с полуслова. Простейший пример – навигатор. Получает информацию, высчитывает, строит стрелочку и говорит вам, надо будет повернуть направо. Ну, люди будут верить, что у робота есть душа. Одушевлять милые сердцу предметы – это одно из свойств человеческой психики. Поэтому полюбить настроенную на вашу волну машину несложно, считают психологи. Тем более, когда это почти человек, которому к тому же можно полностью довериться. Ведь настроенный конкретно под вас агрегат будет готов выслушать, поддержать и пожалеть вне зависимости от обстоятельств. Ревность, претензии и обиды – эти побочные эффекты живых отношений в союзе с железным спутником и вовсе исчезнут. Далее в программе. Пентагон скрывает инопланетный корабль. Эксперты утверждают, что НЛО находится в руках американских военных с 1947 года. Как внеземные технологии попали в руки ученых? Какие открытия засекретили американские спецслужбы? Были найдены как минимум три тела трех-четырех фунтов высотой с большими глазами и огромными головами? Замерзнуть, чтобы проснуться через сто лет. Новое изобретение ученых превратит фантазии в реальность. Как скоро Криоза Морозко станет доступна обычному человеку? Сейчас мы ставим все на паузу, а через какое-то время мы вернемся к тому, чтобы этому человеку помочь. Шокирующая гипотеза итальянских исследователей. Знаменитая Мона Лиза да Винчи могла быть мужчиной. Кто этот загадочный юноша? Почему он оказался на знаменитом портрете вместо Лизы Герардини де Джаконда? Если проявить долю фантазии, то можно увидеть в ней юношу в этой картине. Только для зрителей РЕН-ТВ британский исследователь Грэм Хэнкок готов раскрыть тайну гибели цивилизации. Где на самом деле зародилась разумная жизнь? Кто подарил человечеству знания? И что погубило тех, кого древние называли богами? Говорят, что это был остров. Говорят, что там жили боги. Рецепт живой воды древних инков. Как загадочное племя добывало целительную влагу? Можно ли воссоздать эликсир вечной жизни сегодня? Какие тайные знания были доступны американским индейцам? И почему об этом неизвестно нам? Камни впитывают энергию и воды, которые двигаются под землей. В эфире Загадки человечества. Смотрите прямо сейчас. Инопланетный корабль в Антарктиде нашел радиолюбитель из Нижнего Тагила. Валентин Дегтярев присмотрелся к снимкам, сделанным в Антарктике и под шапкой белого льда увидел очертания звездолета пришельцев. Машина представляет собой диск. Из-за таяния льда теперь ее можно рассмотреть невооруженным глазом. НЛО или причудливая игра света? На этот вопрос смогут ответить только ученые. На сегодняшний день самое достоверное видео корабля НЛО было сделано в Америке в 1947 году. По словам очевидцев, а их было больше сотни, корабль пришельцев потерпел крушение недалеко от городка Розвелл в штате Нью-Мексико. В Белом доме эту катастрофу отрицают до сих пор. Что стало с инопланетянами из Розуэльского НЛО? И как американские инженеры распорядились технологиями, полученными в 1947 году? Кадры с инопланетянином на операционном столе помнят все. Теперь мы знаем, они реальны. ФБР рассекретило документы со свидетельскими показаниями агента, выезжавшего на место катастрофы. Документ сообщает, внимание, противовоздушная оборона США сбила сразу три корабля. Пришельцы пытались атаковать базу в Нью-Мексико. Но зачем инопланетянам это потребовалось? В то время на армейском аэродроме в Розвелле была размещена единственная в мире оперативная эскадрилья ядерных бомбардировщиков. У них были ядерные бомбы, которые могли быть развернуты, использованы по назначению и установлены на самолетах. И НЛО наблюдали за происходящим на этом аэродроме. Насколько я знаю, там был новый тип активного радара. И когда там появился НЛО, похоже, он был один, а может два, то этот активный радар каким-то образом нарушил их навигационную систему и они упали. К 47-му году ядерным оружием обладали США и Советский Союз. Более того, мощнейшие бомбы опробовали в Хиросиме и Нагасаки. Вероятно, инопланетяне хотели предупредить об опасности, которую таит в себе столь грозное оружие. Люди, которые видели, как доставались тела в Розволле, утверждают, что это были маленькие серые инопланетяне. Были найдены как минимум три тела трех-четырех фунтов высотой, с большими глазами и огромными головами и очень тонкими руками и ногами. И это были не нации, а группа инопланетян, которая летала с разведывательными целями возле Розволла. Ходят слухи, что на месте катастрофы обнаружили большое количество инопланетного оборудования. Ни спецагенты, ни инженеры не знали, как это работает. Например, металлические листы обшивки корабля были похожи на фольгу. Они легко мялись в руках, но затем восстанавливали первоначальную форму. Отдельно говорили про одежду пришельцев и технологию бесконтактного управления тарелкой. Вся технология моментально были взяты на вооружение. В список этих изобретений современных входили такие вещи, как кевлар, то есть кевларовая ткань, очень прочная, основанная на кевларовых нитях. Потом приборы ночного видения. То есть на глазах пришельцев была некая пленка, которая позволяла в полной темноте видеть некие объекты, которые находятся вокруг существа или там того пришельца, который использовал их как очки, вот эти пленки. Вот. Далее там был лаза. Доктор Майкл Салла давно изучает инопланетные цивилизации. Он уверен, что пришельцы живут бок о бок с землянами и пытаются влиять на политические процессы. По имеющимся у меня данным существует по меньшей мере 22 различные инопланетные цивилизации, которые неким образом генетически изменили человечество. Это произошло, по моим сведениям, примерно 500 тысяч лет назад. Эти 22 расы продолжают наблюдать за результатами генетического эксперимента, который происходил на протяжении последних 500 тысяч лет. Нападение инопланетян на базу в Розвелле было не случайностью. Майкл Салла уверен, когда-то американцы завладели технологией атомной бомбы, которую вывезли вместе с фашистскими исследователями из секретной службы АННРБ. Инопланетяне лишь боролись за нераспространение оружия. Они как бы изучают нас, смотрят, как мы реагируем при различных обстоятельствах, как мы взаимодействуем друг с другом, как различные расовые подгруппы на планете учатся терпеть друг друга, устанавливать мир после длительного периода войн. В документах ФБР есть формулировка, подтверждающая версию Салла. Катастрофу под Розвеллом называют очередным контактом. Нападение НЛО на базу не было чем-то неожиданным. После инцидента некоторые специалисты говорили о том, что летающие объекты и гуманоиды фальшивка. Но факты говорят сами за себя. Как спрятать большой настоящий алмаз? Положить на видное место и объявить, что он подделка. Они говорят, как бы косвенно намекают, вот если настоящая катастрофа настоящего инопланетного корабля была, то самый лучший способ сокрыть это это как бы объявить, что да было, но только объявить это так, чтобы было заметно, что это фальшивка. В 2008 году во время интервью американский астронавт Эдгар Митчелл подтвердил, в Розвеле действительно сбили инопланетные корабли. Примечательно, что узнал он об этом от самих пришельцев, с которыми ему пришлось контактировать на орбите. Всего, по подсчетам независимой ассоциации уфологов, на Земле проживает около 10 тысяч контактеров, и с каждым днем их число растет. Далее в программе. Замерзнуть, чтобы проснуться через 100 лет. Новое изобретение ученых превратит фантазии в реальность. Как скоро криозаморозка станет доступна обычному человеку? Сейчас мы ставим все на паузу, а через какое-то время мы вернемся к тому, чтобы этому человеку помочь. Эксклюзивно только в нашей программе. Автор новейшей теории происхождения человека, британский исследователь Грэм Хэнкок открывает тайны прошлого планеты. Кем были наши предки? Почему истинную историю Земли скрывают от нас? Кто на самом деле был прародителем всех культур? И где сегодня искать колыбель цивилизации? Они построили так называемые первые холмы, где должны были располагаться будущие храмы. Шокирующая гипотеза итальянских исследователей. Знаменитая Мона Лиза да Винчи могла быть мужчиной. Кто этот загадочный юноша? Почему он оказался на знаменитом портрете вместо Лизы Герардини де Джаконда? Если проявить долю фантазии, то можно увидеть в ней юношу в этой картине. Исследователь Фредди Сильва раскрыл секрет долголетия древних инков. Как загадочное племя продлевало годы жизни своих жрецов? Смогут ли современные технологии воскресить рецепт вечной жизни? И какие тайные знания помогали инкам избежать болезней и смерти? Жрецы использовали пирамиды для посвящения, для перехода в трансперсональное состояние сознания. В эфире загадки человечества. Смотрите прямо сейчас. Знаменитая Джоконда Леонардо да Винчи оказалась мужчиной. Такую сенсационную версию выдвинул ряд итальянских исследователей. Изначально считалось, что на портрете изображена 24-летняя Лиза Герардини, жена Франческо дель Джокондо, флорентийского торговца шелком. Этот портрет любящий муж заказал знаменитому художнику в 1503-м году по случаю рождения второго сына Андреа. В 2011 году, чтобы развеять сомнения относительно происхождения модели, археологи вскрыли могилу Джоконды, но с тех пор тишина. Никаких официальных заявлений ученые так и не сделали. Так кто же скрывается за самой загадочной улыбкой в истории? Потомки знаменитой Джоконды скрывают правду. На картине Леонардо да Винчи изображена не Мона Лиза Герардиния. Это было доказано в ходе археологических раскопок на территории Флорентийского монастыря Святой Урсулы. Именно там, согласно церковным книгам, захоронен прах обладательницы самой загадочной улыбки. В 11-м году нашли якобы ее мощи, останки Монной Лизы. И было очень много шума. И когда они раскопали его, то они обнаружили, что не совпадает ни череп, ни глаза, ни руки, ничего не похоже на Монну Лизу. И резко все замолкло. Все работы по эксгумации останков проводились в строжайшем секрете и под неусыпным контролем двух знатных родов Флоренции Герардини и Стротци. Мона Лиза их прямая прапрабабушка. С момента вскрытия могилы прошло уже шесть лет. Результаты не просто неизвестны, они умышленно скрываются, потому что это связано с какой-то сенсацией, которую мы просто не сможем переварить или которая является в определенном смысле провокационной для нас. До сих пор неизвестно, проводились ли анализы ДНК. Ученые уверены, что их результаты разрушат главный миф богатых флорентийских семей. Взгляните на потомков Моны Лизы в пятнадцатом колене, княгине Ирина и Наталье Строцци. Ничего, даже отдаленно напоминающего Джоконду, потому что на картине, по мнению исследователей, переодетый в женское платье натурщик. Сравнивая пропорции черепа и некоторые черты лица Моны Лизы с изображениями на других полотнах его любимого ученика, искусствоведы пришли к выводу, что это изображение никого иного, как фаворита Леонарда Леонарда. Жан-Жакома Капротти, известный как Солоина, был учеником и натурщиком Леонарда на протяжении 25 лет. Образ подмастерья довольно часто встречается на полотнах итальянского гения. Ученик у него был любимый натурщик, он его и учил рисовать, и его рисовал. Он взял этого ученика в десятилетнем возрасте, будучи молодым, таким, чуть-чуть женственным образом, без бровей. И если проявить долю фантазии, то можно увидеть в ней юношу в этой картине. Вот, например, Солоина в образе юноши на еще одной картине да Винчи святой Иоанн Креститель. Глаза, рот, нос, овал лица. Все до боли знакомые нам черты знаменитой Джаконды и характерная улыбка, кочующая из картины в картину. Эта улыбка очень затаенная, такая, я бы сказал, приглушенная. И вот эти приглушенные эмоции, которые прячут, обычно вот эта недосказанность, это есть тайна поэзии и живописи. Потому что в поэзии нам важно не то, что проговорил поэт, а то, что он не договорил. И так же в живописи. Прозвище ученика Салаи в переводе с итальянского означает дьяволенок. В своих дневниках Леонардо пишет, что подмастерье был буйного нрава и не прочь выпить. Судьба Капротти была трагична. Его убили в пьяной драке уже после смерти великого наставника. Современное итальянское общество сейчас находится в ступоре. На глазах рушится не только образ смиренной Мадонны, но и магическая связь знатных фамилий Герардини и Стротци с гениальной картиной. Несовпадение образов мощей и Монны Лизы на картине влечет потерю имиджа рода, может быть, потеря денег даже, может быть, потеря уважения даже, потому что они все время рассказывали, что они важные, вот у них и герб их. Когда дело дошло до артефактов, выяснилось, что это не совпадает. И теперь все внимание будет обращено на род этого ученика, ученика Леонардо. Вот почему результаты вскрытия могилы Монны Лизы держатся в тайне. И вряд ли они скоро станут достоянием мирового сообщества. Хотя с точки зрения искусства неважно, кто изображен на портрете. Почтенная мать богатого семейства или безродной пьяницы. Картина великого гения эпохи Возрождения несмотря ни на что была и остается мировым шедевром. Американские ученые уверяют, теперь человек может жить вечно. Благодаря новому изобретению специальным наногрелкам они смогли полностью восстановить живой организм после глубокой заморозки. Так неужели мы наконец нашли рецепт бессмертия? И как скоро криозаморозка станет панацеей от всех человеческих проблем? Криозаморозка это шанс на вторую жизнь. Так считают не только доктора, но и физики, которые верят. При необходимости человеческое тело можно законсервировать на любой срок, а потом вернуть его к полноценной жизни. Две причины есть основных почему люди умирают. У них либо отказывает сердце, либо отказывают легкие. Все остальное в принципе не страшно. И если такое происходит, то в принципе мы понимаем, что можно было бы человеку поставить искусственное сердце, если бы оно было доступно, можно было бы пересадить ему легкие. Но эти технологии пока еще недостаточно распространены. И крионика рассчитана на то, что можно будет вот эту помощь оказать ему позже. То есть сейчас мы ставим все на паузу, а через какое-то время мы вернемся к тому, чтобы этому человеку помочь. Первым на подобный эксперимент с собственным телом решился Джеймс Бетфорд, профессор психологии Калифорнийского университета. Он долго страдал от рака и перед самой смертью в 1967 году попросил себя крионировать, чтобы ожить в будущем, когда врачи найдут лекарства от онкологии. Некоторые вирусы боятся холодных температур, но они естественно погибнут. Что будет происходить с измененными клетками, в том числе раковыми, если мы о них заговорили, пока еще точно неизвестно. Сама болезнь не умрет. Естественно, просто прекратится рост вот этого неконтролируемого бесконечно этих клеток. Тем не менее, в 1991 году тело Бетфорда решили переместить в новый криостат. Результаты удивили всех. За все это время тело профессора совсем не изменилось, зато его опухоль практически исчезла. Так неужели ученым действительно удалось обмануть смерть? Возможно, и претерпевая уже какие-то изменения в процессе заморозки, размораживания организма, все-таки какие-то адаптивные механизмы включатся и так далее. Наверное, да, лечить можно пробовать таким образом. Сегодня медики успешно креонируют ткани и даже целые органы перед пересадкой. Нечто похожее происходит и в клиниках искусственного оплодотворения. Значительная часть эмбрионов перед имплантацией хранятся в жидком азоте. Сотни тысяч людей родились из замороженных яйцеклеток. А это значит, что шансы на успех эксперимента с телом человека возрастают. В этом случае мы точно знаем, что клетки сохраняются идеально, мы знаем, что сохраняются идеально все молекулы. Но, к примеру, если речь идет об эмбрионах только, или о сперматозоидах или яйцеклетках, то в этом случае охлаждение до температуры жидкого азота и потом нагрев, они никак не сказываются на жизнеспособности. Подмосковный Сергий в посад. Там, в ничем не примечательном ангаре, находится единственное в России криохранилище. Внутри огромная белая колба, где в жидком азоте при температуре минус 200 градусов ожидают воскрешение несколько десятков замороженных тел. Вот только кто и когда сможет их оживить? Ложенство разморозки в том, что все межклеточное пространство и, собственно, ряк клетки практически на 80% заполнены водой. Вода неизбежно кристаллизуется. Соответственно, если даже постепенно начинать размораживать тело, все равно будет схлопывание мембран клеток. То есть все буквально клетки организма погибнут. Много лет мировые ученые бились над этой проблемой. И вот, наконец, креологам из США удалось создать своеобразные грелки для клеток. Специальные наночастицы из оксида железа позволяют быстро размораживать биоматериал без повреждения его тканей. Можем человека нагреть и, наконец, его уже довести до температуры 36,6, когда у него запустится сердце, запустится все остальное. И после того, как мы разрешим ему прийти в себя, скорее всего, он будет помнить, кто он, у него будут те воспоминания, которые у него были. Если мы выполнили правильно все операции, то человека, по сути, мы оживим. Поразительно. Уже сегодня у креологов нет отбоя от желающих устроить себе или своим близким вторую земную жизнь. И даже высокая цена операции по креозаморозке людей не пугает. Далее в программе эксклюзивно автор новейшей теории происхождения человека британский исследователь Грэм Хэнкок открывает тайны прошлого планеты. Кем были наши предки? Почему истинную историю Земли скрывают от нас? Кто на самом деле был прародителем всех культур? И где сегодня искать колыбель цивилизации? Они построили так называемые первые холмы, где должны были располагаться будущие храмы. Секрет долголетия инков открыл всемирно известный ученый Фредди Сильва. Как древние индейцы добывали живую воду из недр Земли? Смогут ли современные ученые воссоздать эликсир жизни с помощью новейших технологий? Камни впитывают энергию и воды, которые двигаются под землей. Это заставляет потоки энергии двигаться вечно. А камни отдают эту энергию месту. Какие тайны скрывает в себе древний храм Солнца? И почему даже самые передовые строительные компании 21 века не могут воссоздать это сооружение? Эти стены делались закругленными, хотя никакой архитектурной цели древний народ не преследовал. В эфире «Загадки человечества». Смотрите прямо сейчас. Проанализировав снимки со спутников, ученые заметили на нашей планете загадочные кольца. Горные системы как будто опоясывают Землю. Так выглядит наша планета из космоса. Первый из колец проходит через Гималай и Альпы, второй по Андам и третье по Уральским горам. Подобные уплотнения земной коры бывают только на экваторе. Но если эти горные кольца были когда-то экваторами, значит климатические и магнитные пояса Земли радикально отличались от тех, что мы знаем сегодня. Как смена полюсов могла сказаться на развитии жизни на Земле? И какие тайны скрывают легенды и мифы о грандиозных катаклизмах прошлого? Могли ли стихийные бедствия погубить цивилизацию так называемых белых богов? И где на самом деле зародилось современное человечество? Его лекции уже много лет собирают сотни слушателей по всему миру. Палеоклиматолог Грэм Хэнкок уже почти 30 лет не просто изучает изменения климата на нашей планете, но и связывает свидетельства природы с легендами и мифами разных народов. Это наша планета сегодня. Знакомые контуры и очертания. А это континенты 21 300 лет назад. Не было Красного моря, не было Персидского залива, Индийское побережье было гораздо шире. Доктор Хэнкок не сомневается, десятки тысяч лет назад планету постигла катастрофа, равной которой современное человечество еще не знало. И все в буквальном смысле перевернулось с ног на голову. Полюса поменялись местами, а дальше последовала резкая смена климата. То, что раньше было сушей, покрылось водой. Там, где было тепло, стало холодно. Именно теория смены полюсов натолкнула ряд исследователей на мысль, которая в корне меняет историю нашей планеты. Человечество зародилось на севере. Описывается, что в древние времена в результате изменения климата люди направились на юг. Подтверждение гипотезы, что колыбель цивилизации не Африка, а иной континент, Грэм Хэнкок обнаружил в одном из самых малоизученных храмов древа Египта. Храм Хору в Эдфу, сына Осириса в древнеегипетской традиции. В этом храме все стены списаны текстами, известными как надписи храма Эдфу. Так они выглядят. Они очень таинственны. Эти надписи рассказывают о родине первых. Говорят, что это был остров. Говорят, что там жили боги. Говорят, что там было большое наводнение, которое уничтожило остров, и что боги, которые выжили, пришли в Египет. Ученые заметили любопытную закономерность. Все древние пирамиды мира сориентированы друг на друга. Если от каждой из них провести вектор на север, то все они сойдутся в одной точке. Там, где на старых картах, предположительно 1513 года, находился исчезнувший северный материк. В легендах его называют Гиперборея. По мнению ряда исследователей, именно это, на первый взгляд, мифологическая страна, вероятнее всего и была колыбелью цивилизации. Обе эти карты, карта Оронца и Финия и карта Меркатора, составлены на основе ранних карт источников, сегодня утеряны. Эти ранние карты-источники могли принадлежать древним цивилизациям, тем, что имели технологии для исследования всего земного шара. И если верить древним картам, находилась Гиперборея, там, где сейчас Северный Ледовитый океан. Шельф Северного Ледовитого океана. Если верить последним данным геологической разведки, это кладезь всевозможных полезных ископаемых, начиная от нефти и газа и заканчивая драгоценными камнями и редкими минералами. Многие сотни лет эта территория считалась ничьей. В 2015 году Россия впервые заявила притязание на этот участок и добилась признания своих прав. Казалось бы, что в этом загадочного? Но это только на первый взгляд. Это уже вопрос о территориальных, даже не спорах в притязаниях, а об охране или там, так сказать, использовании своей океанической зоны. Это геополитика, это экономика, это ресурсы, это серьезно, это сейчас. Она базируется на исторических корнях. Да, вот мы из Гипербореи, здесь она находилась, вот мы здесь тоже живем. Но что спровоцировало исчезновение великого северного материка? Среди исследователей существуют две версии. Согласно первой, материк ушел под воду частично. Большая его часть сохранилась. Это север современной России. Неполное затопление, как в случае с Атлантидой, позволило части гиперборейцев спастись и уйти на юг. Доказательством их миграции стали древние поселения. До сих пор ученые находят загадочные сооружения. Пирамиды Кольского полуострова, лабиринты Карелии, мегалитические постройки Кавказа. Настоящей мировой сенсацией стало обнаружение заброшенных городов рубежа третьего и второго тысячелетий до нашей эры. Аркаим, Сарым-Саклы, Синташты, Устья. Целая страна древнейших поселений. На самом деле подобных поселений было великое множество на территории России. Просто, опять-таки, в археологические работы не вкладывают сейчас вот таких средств, необходимых, до серьезного исследования. Некоторые поселения приписываются неандертальцам. Почему? Хомо сапиенс, по современным антропологическим теориям, тогда там существовать не мог. Тем не менее, артефакты искусственного происхождения, орудия, труда, да, обнаруженные на этих стоянках говорят о том, что неандерталец не мог их создать, потому что у него было другое строение как бы руки. Выходит, что колыбель цивилизации частично уцелела и может находиться в России. Может, поэтому пристальный интерес к завоеванию и покорению нашей страны так часто проявляют соседи? Ведь не случайно в Пентагоне родилась одиозная идея о завоевании Хартленда или сердце земли. Именно так Россию и ее территории называют еще с 50-х годов прошлого века. У меня в руках рецепт живой воды. Только записан он не на бумаге, как вы видите, а на глиняном диске. Эту сложную схему добычи целебной жидкости изобразили инки. Круг мироздания, в центре которого человек, у источника живой влаги. Разгадать послания древнего племени удалось всемирно известному исследователю Фредди Сильва. Он уверен, что именно знания о живой воде стали основой при строительстве храма Солнца. Повторить его даже современным строителям не под силу. Могли ли инки, жившие в 13 веке, знать о строении мира и законах природы больше, чем люди 21 века? Эти стены все, что осталось от древнего храма Кориканча. Но они настолько поражают, что сегодня люди приезжают с разных концов света, только чтобы увидеть их. Мы идем по обычной улочке Куско, и тут почти везде вот такие каменные высокие стены. Вы можете увидеть их позади меня. Куда бы вы не направились в Куско, обязательно наткнетесь на них. Храм Солнца, Кориканча, был построен инками в 1200 году. В 1650 году его разрушили испанские завоеватели. На руинах храма Солнца они построили монастырь в Санто-Доминго. В середине 20 века произошло сильнейшее землетрясение, которое повредило монастырь и обнажило руины храма Солнца. Эти каменные стены из монолитных блоков простояли в 8 веков и сохранили идеально ровную поверхность. По мнению исследователей, это филигранная работа, которую вряд ли можно повторить даже с помощью новейших технологий. Эти стены делались закругленными, хотя никакой архитектурной цели древний народ не преследовал. Идеально ровные подточенные камни укладывались вокруг этого мощного сооружения. Именно это место хранило в себе много энергии, да и хранит по сей день. Каменные блоки, из которых возведены стены храма, вырезаны из гранита и эндезита. По словам экспертов, храм Кариканчо построен в форме солнечного диска с расходящимися лучами. Исследователь Фредди Сильва заметил, что в самом центре солнечного диска установлен колодец из эндезита. И это не случайность. В составе эндезита железо и рудные минералы, которые притягивают воду. Вода печет к камню как к магниту и несет с собой магнитные волны, энергию в чистом виде. А потом камень начинает наполнять этой энергией место, на котором стоит, потому что камни впитывают энергию и воды, которые двигаются под землей. И это заставляет потоки энергии двигаться вечно. А камни отдают эту энергию месту. Ученый Михаил Бородачев утверждает, что египетские пирамиды возводились по такому же принципу, над источниками воды. Жители древнего Египта верили в ее живительную силу. Считалось, что именно вода подземных источников заряжает камни могущественной энергетикой, а те, в свою очередь, транслируют ее в окружающее пространство. Таким образом, вода оживляет камень и трансформирует энергетику места. Мы состоим тоже из воды на 80%. Что происходит с нашей внутренней водой в пирамиде? Какой-то эффект трансформации может быть. Жрецы использовали пирамиды для посвящений, для перехода в трансперсональное состояние сознания. Существует гипотеза, что у воды есть память. Запоминая информацию, вещество приобретает новые свойства, при этом химический состав остается прежним, H2O. Изменяется лишь структура. Молекулы объединяются в группы, кластеры. Предположительно, они выступают в роли своеобразных ячеек памяти, в которые вода записывает все, что видит и слышит, как на магнитофонную пленку. Вода очищается от прежней информации. Когда мы ее кипятим, разрушаются кластеры воды, так называемые. А если мы рассеем этот кластер, то память у воды рассеивается. Когда это происходит? При кипячении или замораживании. Михаил Бородачев считает, кипяченая вода мертва, в ней нет пользы, она не обладает памятью. Живой можно назвать воду из подземных и горных источников. По мнению эксперта, такая вода действительно может заряжать окружающее пространство. Историки уверены, оживительной и энергетической силе воды инки знали уже в 13 веке. И величественный храм солнца Кариканча главное тому доказательство. Наш мир полон тайн. И каждый раскрытый секрет приближает нас к истине. Давайте идти по этому пути вместе. Меня зовут Олег Шишкин, и это были Загадки Человечества. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ